Самая премьерная премьера этой осени Что-то ты долго Сериал «Папаньки» Первый сериал про отцов Трое разных папанник и один холостяк в одном сериале Что это? Кого ты такой? Безбашенные Смешные А я крутой папанника Папанька, я крутой Никто не сможет больше Никто не сможет больше Сродиться со мной Прости, папа, я тебе испачкал машину чуть-чуть Я больше не буду Руки за голову! И любящие папаньки Дай вечер, сынотик Они знают, как заставить тебя смеяться Папаньки Пап, я жду баровку 24 сентября в 21.30 Заходи на наш Ютуб-канал и смотри премьеру Короче, зупиняй и сразу в лоб ей кажу Давай гроши И что? Прикинь, дае Я, короче, кажу Маловато, давайте еще Правильно И еще дае Ого, и что? Я кажу, ну все равно грошей мало Но можно цей вопрос решить по-другому И так маргаю ее, понял? Ну, ну, ну И что, прикинь, каже Я все зрозумела Наказуйте меня прямо тут Ну? Ну что? Потом меня женька разбудила Я проснулся, пішов снідать Вот, блин Да не блин, вареники їв Это что такое? Йома, ты такое колись бачил? Ні, не бачил А может это прокурор опять накурився? Та не З векна ж никто не стрелял Та и машина така собі галима Странно Ой, здравствуйте Здрасте Извините, пожалуйста А вы не видели тут Не проезжала беленькая маленькая машинка? Ну, бачил и проезжала Да? Ой, помогите ее, пожалуйста, догнать Та что за спешка такая? Мы же, наверное, не знаем, кто там В том-то все и дело, что там никого Это моя машина Я из нее вышла А она вдруг поехала Я за нее и догнать не могу Поехали, а? А, ну тогда Из вас 600 гривен 600 600 Ладно, вот Поехали, ну И еще тысяча, если хотите, чтобы мы ее догнали Ага А за что тогда 600? Как это за что, гражданка? За злостное нарушение Воно, ваша машина уже на встречку выехала А мы невооруженным взглядом бачим, что вы не пристебнуты Ага Да при чем здесь это? Там авария может произойти Ну и хай, будет больше штраф А кто виноватый, мы уже знаем О! Вот уроды Помогите, ай! Ты бачил? Ты бачил всех людей неблагодарных? Мы же могли и права забрать А так просто штраф Слушай, я, наверное, догоню все-таки машину Некрасиво как-то получается В смысле? Ну там же наверняка в ней еще аптечки нема А це еще 500 гривен Правильно, давай Только ты давай быстрейше, потому что у нас сейчас до другого поста докотится И тютю наши грошики Хорошо Вот так вот Копейка до копейки Здравствуйте, доктор, можно? Да, можно Заходи, зараза Все сразу заходи, заходи Вы знаете У нас проблема Что у вас? У меня муж дебил Ну это распространенное заболевание Психолог на четвертом этаже Нет, нет, нам именно к вам Этот придурок Сделал себе татуировку Ну что, татуировка это нормально Более того, это модно Вот есть, доктор Тесо говорит Это нормально и модно Нормально, доктор Если бы он нарисовал сердечко Какую-нибудь бабочку, я не знаю Даже купола на спине, это нормально А он набил имя какой-то бабы Ну и с такой проблемой мы сталкивались Татуировочку можно вывести без проблем Где она у вас на руке? Да нет Не на руке На спине? Мимо, доктор Что, на шее? Да ты А доктор, стреляйте ниже Ага Что, прям на «Ж»? Прямо на «Хозяйстве» на своем Нарисовал Помогите, а? Знаете, в жизни я такого не видел Ну, конечно, в интернете таких, как в Кайфе, этого полно Это мне о товарище рассказывал Скажите, можно это как-то вывести? Ну, честно скажу, это болезненная операция, я никогда такого не делал Рискуете остаться без мужа Ну, в смысле, без того, на чем он набил татуировку Ну, это фактически без мужа Все равно от него больше толку нет Помогите, пожалуйста, сделайте А какое имя написано? Антонина Влезло все А вас как зовут? Вика Вика, да, не исправишь Промазка Ну, ладно Есть один вариант Готовьтесь к операции Ну, принимайте работу Ой Не, ну так, конечно, лучше, чем было И даже им интереснее Все там было, все вы наделали уже Не волнуйтесь, Антон Какой Антон? Я Саса? Нет, дорогой С сегодняшнего дня ты Антон Я уже подала документы в паспортный стол Так что теперь ты будешь Антон и по паспорту, и по смыслу Ах! Ах! Что же вы гады наделали, а цикнули по-живому? Не переживайте так Мы тебе не только имя, но и фамилию поменяли Будешь Антон Кацман Так сказать, не отрезали, а обрезали Ину В общем, поздравляю вас, Антон Кацман С вас 500 долларов Что вы меня такое за 500 долларов тут рассказываете? Послушайте, с такой фамилией я просто обязан с вами поторговаться Готовы? Свеча горела в жигулях, свеча горела Вот и как новенькая А я, Петрович, знаю один секрет Ты, Ромчик, слышишь, только Кондратьев Кондратьевичу не говори, что я в бочку с бензином надюрил Не, не об этом, хотя идея классная А, да Я слышал, как Кондратьев Кондратьевич по телефону говорил, что к нам едет ревизор с проверкой Серьезно? Ага, он так и сказал, приедет ревизор и будет всех жучить А, я надеюсь, это к нам Фреймут приедет, а не этот Лучше Фреймут Да нет, это просто проверяющий приедет Под видом обычного клиента И будет проверять уровень обслуживания Ну, а и, соответственно, сам он по себе такой неприметный Ну, не сразу поймешь, понял, что он этот проверяющий А, а что же нам делать? Что делать? Ждать, спокойно ждать Я знаю, что он будет на красной машине Так? Петрович так и сказал Красный дракон весь горит Рессора мне на ногу, а? Ну ты, Ромчик, красава Красава? Разумеется Здрасте, сокольники Мне бы это, резину на мою ласточку, другую А то это лысая совсем Дед, ты видишь, не до тебя сейчас Мы ревизора ждем Слышишь? Ну ладно Красная машина И вся с огнями Неприметная личность Это мой жен? Он Дедуля, дедуля, стойте, стойте, дедушка Сейчас, сейчас мы вам резину поменяем Сейчас все будет хорошо Новую вам поставим Есть у вас, хлопчики, нет, новую нет У меня денег-то всего 200 гривен Мне старенькую, ну чтоб не лысая Да вы не волнуйтесь, дедушка, мы вам хорошую поставим Немецкую, по 100 долларов за штуку Самое главное, бесплатно За счет фирмы Всем владельцам красных жигулей Ой, 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 правда? Правда, правда, девушка, вы пойдите пока, присядьте Ничего себе, вот, вот зря на вас говорят, что у вас вместо мозгу отшипники и руки Поняли, поняли, поняли Ну вы пойдите присядьте Спасибо А мы вам сейчас все сделаем Даже ТО бесплатно Ух ты Спасибо Ну а машина, конечно, у ревизора говно Да, это для конспирации Ничего, мы ему так подмазали, что нам, Кондратич, еще премию должен выплатить И за что же я вам должен премию выплатить? Кондратич, Кондратич, а у нас хорошая новость А что это вы так светитесь? Опять кому-то впарили лысую резину, как новую Кондратич, обижаешь? Что? Мы этого, твоего ревизора Ублажили лучше, чем в публичном доме Ага Какого ревизора? Ну того, о котором вы по телефону говорили, что приедет, будет сжучить тут Рома, ты дебил? Я с любовницей разговаривал У нас такие интимные игры Подождите, а красный дракон весь в огне, это что ли? Так, а ну заткнись Что вы уже натворили? Да, поставили деду новую резину по 100 баксов за штуку И ТО бесплатно сделали Значит так, придурки Сейчас у вас начнутся интимные игры Со всеми машинами наших клиентов И пока не закончите, отсюда не уйдете Зато дедушке ветерану помогли Рома, иди, ты знаешь куда? Куда? К красному дракону Кошмар, я больше не могу это смотреть Это, конечно, ни в какие рамки просить меня не власть Это даже, это не дети, это какие-то просто садисты Ну как, ну где это видно, чтобы учителя ударили? Да Вы успокойтесь, Софья Николаевна Я обещаю, я разберусь с этими негодяями Какой кошмар Я с детства мечтала быть учителем Я хорошо училась в школе Я заканчивала педагогически И она, Иисус, диплом учила, чтобы стать учителем А зачем? Чтобы сесть на кнопку и получить по голове журналом? Да Это всего лишь пятиклассники Да, а если бы старшеклассники ударили бы, чтобы было с ней Нет, так больше продолжаться не может Что же вы можете сделать? Вы поставите возле каждого учителя охранника? Нет, Софья Николаевна, вы должны дать им отпор Я? Что вы? Я научу вас, как это нужно делать Что? В смысле? Что вы имеете в виду? Идите сюда, давайте смоделируем ситуацию Возьмите журнал Давайте представим, что я пятиклассник, вы Софья Николаевна Ну, это вы сможете представить Я хочу у вас отобрать журнал Вы мне его не отдаете Не отдаю И бросаете меня через бедро Отдаю Все, соберитесь Соберитесь Давайте Я пятиклассник Ага, Софья Николаевна, ну что вы? Держите его крепче Ага, Софья Николаевна, ну что вы? Ладно, давайте без журнала Давайте, берите и бросайте меня за руку Через бедро давайте Я не могу бросить вас через бедро Ну посмотрите на себя и на мое бедро Оно хрустит пополам Софья Николаевна, ну, во-первых, пятиклассники в нашей школе примерно моего размера А во-вторых, вы должны это сделать сейчас Либо не сделаете никогда Я не могу А можете Я не могу Давайте бросайте Нет, не заставляйте меня Бросайте Я не могу, это мне не маза Ну-ка взяла меня и бросила Мышь очка стоят Что ты сказал? Софья Николаевна, давайте Переборщил Старый крыльч А почему это я? КРИК 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 У меня получилось У меня получилось У меня получилось Софья Николаевна, у вас получилось Я вас поздравляю Благодарю Ученик превзошел у учителя А сейчас не могли бы вы слезть с меня и вызвать скорую? Я попробую себе что-то сломать СМЕХ СМЕХ Ой Жора Соха Жора Сохи, вы не так поняли, нет Сохи Жора Сохи Николаевна Вы не так поняли Я что-то сломал, это у меня кость торчит Сохи Николаевна Я все правильно поняла СМЕХ 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 Ну, ну, ту женщину я запомню надолго А, ну, 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 здесь другой случай Мы сейчас сможем ее заставить раздеваться СМЕХ 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 А мы на деньги и не предлагали Ну, давайте сыграем на раздевание СМЕХ 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 И четыре туза Раздевайтесь СМЕХ 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 Я предлагаю нам снова одеться и отыграться СМЕХ Нет, второй раз неинтересно Да и первый особо не на что смотреть СМЕХ Слушайте, мальчики А у меня есть подруга, хотите позову? Вообще не умеет играть Позовите Да? Зимочка! Иди с парнями в карты поиграй Удачи, мальчики Спасибо Предлагаю, пока есть возможность забрать вещи и убежать А погоди ты, слышал? Она сказала, что она вообще не умеет в карты играть Сейчас мы обязательно выиграем Здравствуйте, мальчики Это вы здесь в карты на раздевание играете? Но я признаюсь честно, вообще не умею играть И судя по картам, я проиграла Но правило есть правило Раздеваться так раздеваться Я не узнала, это таз у Лизского пляжа Да и все, мы уже видели Бежит Бежит Куда вы? Куда? Я ж только начала играть На троих Здравствуйте, чем могу помочь? Здравствуйте Понимаете, у меня поломалась одна штучка, из которой водичка вытекает Штучка? Да Но не у меня, а у машинки А, так бы сразу говорили Девушка, у нас аптека Понимаете, мы людям помогаем Ну я же не такая дурочка Понимаете, из-за этой поломки я не вижу куда ехать А мне мужчина крикнул Пойди купи себе очки А я подумала А чего же раньше я сама не додумалась прийти и купить очки У меня же зрение улучшится И я смогу смотреть через грязь Логично Да, понимаете, просто у меня аналитический склад ума Так, я поняла, вам нужны очки Вам какие? Любые или по рецепту Какой рецепт? Я же не собираюсь готовить Я говорю, плюс пять или минус один Вы решили поговорить о погоде Тогда плюс тридцать, потому что завтра мы с Бусей улетаем на Мальдивы Эти плюс семь, самые большие, вам подойдут Спасибо, вот карточка Только она чиповая, без пин-кода, потому что я его все время забываю Спасибо вам большое До свидания До свидания Выздоравливайте Эх, слышь ты, курица слепая, ты что ж машину бросила? О, господи Ты перегородила встречку всю, я проехать не могу Забирай машину Ой, дяденька, вы такой большой Спасибо вам большое за помощь Теперь я могу ездить и никакая грязь не будет мешать Да иди уже забирай машину Ой, какая большая штука Девушка, вызовите, пожалуйста, полицию А что мне им говорить? Скажите, пускай объявляют план перехват слепой курицы на розовом Матисе Ты что, ты куда в газель мою залезть, а ну вылази Галя, слушай новость Ха, ты сейчас обалдеешь Так, и заклинило, у меня предохранитель Да на каком пистолете? На спидинге Петренко Здравия желаю, товарищ полковник Ты чем ты тут занимаешься? Работаю Работаю Работаешь, да? Да, усиленно работаю Да, ну садись, садись, садись Вы же к Ренитю в отпуск отправили Я тут один, тяжело, товарищ полковник, тяжело Да конечно, вы же вдвоем, два дебила это сила А по одному вы просто придурки Так точно Так точно Человек тебе пришел? А, да Тут же тебе по обмену опытом, значит, из управления полицейскую прислали Полицейскую? Бабу? Ага, балас Баба это хорошо, она мне конечно Крыныцу не заменит, но тем не менее Да, Крыныцу никто не заменит Ну я бы на твоем месте так не радовался Да ладно, товарищ полковник Она-то может хоть и тупенькая, но по-любому красивая Да ж полицию только красивых берут Ну да За красотку спасибо, зячок Здрасте Здрасте Марина Францевна? Ну, я вижу, вы уже знакомы Значит, сработаетесь по-любому Петренко, ты остаешься до старшего Так точно Ну, здравствуй, зячок Марина Францевна, как вы вообще в новую полицию попали? Как вы нормативы сдали? Это благодаря тебе Я целое лето на дачу ездила Что по сравнению с твоими нормативами, мои пятьдесят соток Ну что ж, Марина Францевна Сейчас я вам покажу, что такое работа в милиции Это не ваши полицейские эти Ха-ха, хи-хи-хи-хи, щелк-щелк-щелк Значит так, Марина Францевна Слушайте мой первый приказ Приказывай, зятек Не зятек, а лейтенант Петренко Хорошо, приказывайте, лейтенант Петренко Так... О! Переберите все дела в алфавитном порядке Это первый приказ Поехали, выполняем Интересно, а как это связано с обменом опытом? Это приказ, выполняйте А, хорошо, выполняю Я вот тут подумал Это ж сколько полицейских без формы осталось Чтоб вам форму пошить, а? А ты шутник, зятек Сейчас дошутишься, что я тебя тресну по голове Делом маньяка Семенова Пожалуйста, давайте бейте Вот сюда прям валите И я вас посажу за несоблюдение субординации Понятно? А, не волнуйся, я тебе такого счастья не предоставлю Вот так вот Слушайте, Марина Франсовна А вы вот когда селфи делаете Вы вся в камеру влазите? Вся, вся, шутник, вся Хорошо Угу Срочно прибыть на место происшествия Опасный преступник, связь заложника Осторожно, он вооружен Вот, вот оно задание Собирайтесь, собирайтесь, едем Быстрее Ага, подожди, а мне бронежилет? У меня на танке бронежилетов нет И потом вас никто целиться даже не будет Кому вы нужны, новые полицейские? Ага, ну хорошо Ой, ну Пошли? С Богом Побчались! Побчались! Ой За поимку опасного маньяка За проявленную смелость и выдержку при содержании Медалью награждается сержант полиции Марина Франсовна Где аплодисменты? А? А? Рада стараться, товарищ полковник Молодец А, да и еще Я тут поговорил с вашими главными Мы решили повысить вас в должности Так что теперь у вашей пари вы старшая Спасибо, товарищ полковник Благодарю за службу Спасибо 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 А? Как вас вообще угораздило упасть на этого маньяка? Как он вообще живой остался? Я не понимаю Ха-ха-ха, куда? Ты что, не слышал, что полковник сказал? Теперь я начальница И теперь ты будешь выполнять мои приказы Ну, и давайте, какой же ваш первый приказ? Первый приказ, дорогой зятек, будет таким Завтра едем на дачу Какая дача? Вы с ума сошли? У меня вон куча дел, мне их перебирать надо Вот там и переберешь свои дела А заодно и картошку Знаете что? На троих Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова